Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня в неделю по Рождестве Христовым Святая Церковь торжественно вспоминает память великих праведных людей. Святаго Пророка, Солмопевца, Царя Давида, Солмопевца, Предка, Спасителя нашего Господа Иисуса Христа по плоти, Представителя Чаяния всех людей Ветхого Завета, Святаго Праведного Иосифа Обручника, Который в праведности своей принадлежал и Ветхому Завету, и Новому, и Апостола Иакова, Брата Божия, Который является представителем праведности и святости апостольской новозаветной. Воистину этот человек был настолько праведен, что таковым, праведным именовали его тогдашние иудеи. Спаситель в наш мир принес свет разума и этой разумной, светлой, истинной верой и радостью торжествует и Ветхий, и Новый Завет. Вся человеческая праведность приходит в восторг от той мысли, что мы живем теперь иначе. Рождество Христово положило начало иному качеству бытия всех людей. Но, как обычно бывает, одновременно с любителями благочестия, с людьми, стремящимися к правде Божией, бывают те, которые эту правду ненавидят. Зная о ее существовании, будучи способными разумно осмыслить правду Божию, живущую в мире, люди от нее отказываются. Это мы видим сразу же в первых строках Евангелия от Матфея. Ирод зная, выведав о рождении праведника, и, видя в нем конкурента своей власти, а точнее того, кто может его власть незаконную оспорить, уменьшить, извести, он решил извести саму эту правду, родившуюся. И сегодня же совершается память 14 тысяч младенцев, убитых в Вифлееме по приказу Ирода, от двух лет и моложе, для того, чтобы уже наверняка прибить эту правду. высокую правду, настоящую, ту правду, которая не требует для себя никаких объяснений. И мы знаем, что то, что произошло по приказу Ирода, в наше время совершается уже не тысячами, а миллионами ежегодно. Мы смотрим, что ли с людьми ничего не изменилось, ничего не произошло. сейчас даже хуже. Сейчас пытаются доказать, что этого ничего не было, в отличие от Ирода, который знал, что это все есть, что есть в мире то, что изменило его необратимо. свет разума сияет в нашей жизни, так? Он так ослепителен, что все люди радовались бы, но странным образом этот свет разума, свет осмысленной веры, свет свидетельства, об истине Божьей. Он одних людей радует, одних людей наполняет этим светом, и этот свет умножается в их святости и добродетельности. А других людей он ослепляет настолько, что им тяжело его терпеть, невыносимо, и заглушить не получается. Что происходит? Вот это поражение внутреннего мира человека однажды тоже может стать и становится необратимым. Когда человек необратимо отказывается от того добра и от той самой правдивой правды, от истины, которой привлекает его же собственный разум. невыносимый разум. Наверное, именно это является причиной сегодняшней неразберихи, неустроенности в повседневной жизни. Вот этот бесконечный спор в сердце человека, мешающий вот этот внутренний конфликт. Оспаривание Божьей власти, Божьей правды, Божьей благодати в своем сердце. И нам важно знать, что такие люди, они наиболее слабые люди. Они не справляются с испытаниями, которые влекут за собой и погибель. А тем, кто понимает происходящие духовные процессы в нашей жизни, важно молиться за всех. Важно быть вот этой евангельской, сияющей солью земли. Нам с вами важно, как и ветхозаветные праведники жили, как и новозаветные праведники. Для чего? Для того, чтобы в их жизни увидеть пример для своей жизни. Вполне мы их жизни не проживем, но в свою меру кто нам помешает, кроме нас самих. Исполним свою простую правду, свое простое призвание, кто как может. не проживание. Иногда даже очень важно просто не мешать Богу действовать в нашей жизни. А иногда и творить большие дела добра. вот они сегодняшние святые дни, вот о чем они нам говорят. Не о праздности, не о беспечности, а более всего о нашем призвании нести свет разумной веры в повседневную, окружающую нас с вами жизнь. Свидетельство о Христе оно простое. В этом нет ничего сложного. Пусть никого это не пугает, что свидетельство. Простые молитвы, простые дела, простые улыбки, простой подвиг, потому что иногда и улыбаться трудно, а что делать? А как сами начнем, переступая через собственное самолюбие, там иные какие-то недостатки, то почувствуем, как нам самим становится легче от нашего собственного доброделания. Простая жизнь. Спаситель обращается к нам такими словами. Ходите во свете, пока свет среди вас. пока есть эта возможность, будьте сынами того, кто вас призывает к себе. В меру каждого все это возможно. Пусть нас не огорчает, что у нас по сравнению с кем-то совсем скудная мера. Ну и что? Если кому-то дано 10 талантов, кому-то 5, а кого-то 2, это есть разница только относительно между ними, относительно них самих. Но ведь с каждого спрашивается и за 10, и за 5, и за 2. То есть с каждого спрашивается то, что он может сделать. еще еще раз призываю вас, дорогие братья и сестры, в эти святые дни проводить свято. Не лениться и обращаться к Священному Писанию дня, для того, чтобы вера наша была такой, какой учит быть ее наша церковь. Рождество Твое, Христе Божий наш, всему миру светом разума осмысливаем свою жизнь, украшаем, преображаем ее молитвой, свидетельствуем о том, что Бог явился в мир, для того, чтобы нам быть другими и изменить жизнь вокруг нас. Аминь.